Здравствуйте, мои дорогие зрители, читатели, студенты! Я надеюсь, вы как следует изучили этот урок о прошедшем продолженном времени и научились строить правильное английское предложение в этом времени. Давайте с вами посмотрим на этот слайд и вспомним, в каких случаях мы используем прошедшее продолженное время. Мы с вами видим здесь четыре временные формы. В первых трех – события, не привязанные к какому-то времени. А вот в прошедшем продолженном времени – события, либо привязанные к какому-то определенному времени, либо к промежутку времени, в течение которого это событие разворачивалось. А так как мы имеем дело с событиями, которые продолжались некоторое время и происходили они в прошлом, то и время будет прошедшее продолженное. Факт привязки событий ко времени или к определенному промежутку времени в прошлом отличает прошедшее продолженное от настоящего продолженного. Думаю, с этим все понятно. В диалоге вы встретите следующее высказывание. I saw her talking on her phone. Я видел, как она разговаривает или разговаривала по телефону. Или если перевести буквально, то это будет Я видел ее, разговаривающей по телефону. Но по-русски мы так не говорим. Мы говорим Я видел, как она разговаривала по телефону. Мы видим, что личное местоимение she, она, стоит после глагола. А если оно стоит после глагола, то оно должно быть в объектном падеже, потому что все, что стоит после глагола, это дополнение, object. Поэтому местоимения, которые входят в группу дополнения, тоже должны быть в объектном падеже. Ну и инговая форма глагола, потому что действия длительные. Просто так и запомните. Глагол плюс местоимение в объектном падеже, кого-чего, плюс глагол с инговым окончанием. Вот еще несколько примеров. I saw them dancing. Я видел, как они танцуют. I heard her whispering something in her ear. Я слышал, как она что-то шепнула ей на ухо. Далее вы выполните небольшое упражнение и попрактикуетесь построением предложений высказываниями такого типа. Есть еще одна трудность, с которой сталкиваются мои студенты, которые пытаются строить предложения с глаголами to talk, to speak, to say и to tell. В русском языке мы тоже имеем глаголы говорить, сказать и разговаривать. Я думаю, что для иностранцев, изучающих русский язык, эти глаголы тоже представляют определенные трудности. Итак, глагол to talk. Прежде всего, он выражает природную, физическую возможность говорить, или более точно, разговаривать. Humans can talk, but animals can't talk. Люди умеют разговаривать, но животные не умеют разговаривать. Далее глагол to talk может употребляться с предлогом to, talk to, и с предлогом with, talk with. Оба эти варианты переводятся как говорить, разговаривать с кем-то. Но разница в том, что вариант talk to может использоваться, когда, скажем, разговаривает начальник с подчиненным, и начальник выражает недовольство подчиненным, и так далее. Вариант talk with используется больше, когда мы говорим о ком-то, кто разговаривает с равным с ним по статусу, со знакомым или другом. Я всегда вижу, как Сара разговаривает с Джейсоном во время обеда. Они что, встречаются? Глагол to talk может употребляться также без предлога. То есть, если вы говорите с кем-то, то глагол будет с предлогом, а если о чем-то, то глагол будет без предлога. Думаю, с этим все понятно. Глагол to speak тоже выражает физическую возможность говорить, и он более близок к варианту talk to, потому что тоже применяется больше в формальной обстановке, когда речь идет о презентации, лекции и так далее. Dr. Foster will speak about the history of the country. Dr. Foster будет говорить об истории страны. Далее нужно помнить о том, что мы используем глагол to speak, когда говорит один человек, и что-то там рассказывает. She spoke about the importance of having a good diet. Она говорила о важности хорошей диеты. А глагол to talk мы используем, когда в разговор вовлечены два или более человек. Как, например, I hope I can meet you to talk about our plans for the evening. То есть девушка надеется его встретить, чтобы поговорить об их планах на вечер. Она не просто будет говорить, а будет говорить с кем-то, в данном случае, возможно, со своим парнем. Думаю, вы видите эту разницу. Ну и, наконец, мы используем глагол to speak в связи со способностью говорить на каком-то языке. Она может хорошо говорить по-английски. Далее глаголы to say и to tell. Мы применяем глагол to say в основном в прямой речи, как пример единичного высказывания. Мы не используем глагол to tell в прямой речи. Или Она сказала, что не хочет говорить ему о своих проблемах. Мы видим, что said означает сказала, единичное высказывание. А to tell означает рассказывать что-то. То есть это уже развернутое высказывание или история, в данном случае, о ее проблемах. Ну и еще один пример. Don't say you love him. Не говори, что ты его любишь. А вот скажи ему, что ты его любишь, будет tell him that you love him. Теперь глагол to tell. Tell плюс непрямое дополнение плюс to может означать просьбу, побуждение к действию или даже приказ. То есть имеет свойство императива. Сравните. She told him they were going on holiday. Она сказала ему, что они отправляются в отпуск. Здесь она просто сообщает информацию о том, что они отправляются в отпуск. She told him to come back the next day. Она сказала ему, чтобы он вернулся завтра. А здесь она выражает пожелание, просьбу или даже приказ ему вернуться завтра. Еще пару примеров. Tell me the truth. Скажи мне правду. You told a very interesting story. Ты рассказал очень интересную историю. Понимаю, что на сегодня возможно слишком много информации. Чтобы ее хорошо усвоить, посмотрите видео несколько раз, а также выполните все упражнения, которые я для вас в этом видео сделал. Посмотрите также диалог. Постарайтесь его записать и проговорить, повторяя за учителем, Джоном и его студентом Ником. Наш мозг и наш речевой аппарат системы очень инертные и неповоротливые. Поэтому их надо усиленно тренировать, чтобы добиться от них автоматических разговорных навыков. Поэтому не ленитесь и делайте все, что я вам рекомендую делать. И будет вам, как говорится, счастье в виде этих самых автоматических разговорных навыков, а также в виде удовольствия во время общения с вашими аналоговорящими товарищами. Итак, выполняем упражнения, смотрим и работаем с диалогом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok She saw him standing in a shadow. I saw an airplane landing. He heard her singing beautifully. Субтитры создавал DimaTorzok Will you speak about your invention in your presentation? Can we talk about our plans for tomorrow? She said that she didn't want eating durian. The teacher told him to finish his homework the next day. Speaking Exercise 2 Look, make sentences and pronounce them in poses. Then listen and check if your sentences are correct. I saw her kissing him. She noticed him looking at her. They heard a teacher telling them to sit down. She saw him standing in a shadow. I saw an airplane landing. He heard her singing beautifully. Humans can talk. Can you speak English? She said that she wanted to go to America. She told him they were going to have a baby. Will you speak about your invention in your presentation? Will you speak about your invention in your presentation? Can we talk about our plans for tomorrow? Can we talk about our plans for tomorrow? She said that she didn't want eating durian. The teacher told him to finish his homework the next day. Speaking Exercise 3 Watch the dialogue and try to understand what teacher John and his student Nick are talking about. Then listen again and try to repeat after them. Hi, Nick. How are you today? Hello, teacher John. I'm fine, thank you and you? I am fine, thank you. But we have a problem here at the university. Something happened, didn't it? I asked you to come here to the teacher's room because the director ordered me to make an investigation. An investigation? What happened, teacher John? Yes, Nick. Something happened. I will ask you some questions, and I would kindly ask you to give honest answers. Okay, Nick? Okay, teacher John. I will be as honest as I can. What do you mean? Does it mean that you have something to hide, Nick? I don't know, teacher John. If you ask me about my relationships with girls, then perhaps I have something to hide not only from you, but from all the other people too, because it is my private life, and I have all the rights for privacy, haven't I, teacher John? Yes, Nick. You have all the rights for privacy. Don't worry, I will not ask you about your private life. I will ask you about something else. About what? About what were you doing in the morning, for example? Oh, teacher John, I was doing many things in the morning. I woke up at 6 o'clock, then I went to the toilet, then I had my breakfast, then I brushed my teeth and took a shower, then I went to the university. Is it what you want to know, teacher John? No, Nick. I don't want to know what were you doing in the morning at home. I want to know what were you doing in the morning at the university. Can you be more precise, teacher John? Yes, Nick. I want to know what were you doing between 10 o'clock and 10.40 to be more precise. Well, teacher John, it was a morning break, and I was in the canteen drinking coffee and talking with Julia. By the way, Nick, how are your relationships with her? Wonderful, teacher John. She is really the best girl among those I have ever had. I'm glad to hear that, Nick. Can Julia confirm that you were talking with her between 10 and 10.40 in the morning? Yes, of course, teacher John. You can ask her about that. Did you spend the whole morning break in canteen with Julia, Nick? Yes, teacher John. We spend all the spare time together. Very well, Nick. Did you see Mary Johnson, your American classmate, in the canteen during the morning break? Yes, I saw her there. Was she alone? What was she doing? As far as I remember, she was with her friend Eva. Did she have a mobile phone? Yes, I saw her talking with someone on the phone. Do you know what's brand her phone is? Yes, I know. She has the latest iPhone model. Why do you know that? I think everybody knows about her new phone. There is probably no one to whom she did not boast about her new iPhone. Okay, Nick, I see. Teacher John, why do you ask me about Mary's phone? She has lost her phone, hasn't she? I don't know, Nick. She said that her new phone was stolen. She was looking for it the whole morning, but she couldn't find it anywhere. Oh, I see, Teacher John. I think nobody stole her phone. Once I found out that I didn't have my phone. I wanted to call my friend, but when I reached into my pocket for my phone, I couldn't find it there. I was really upset and scared. I searched for my phone everywhere, in the classroom and all the toilets, in canteen. But I didn't find it anywhere. Then, the following day, the director asked me to come to the teacher's room and handed me my phone. As it turned out, I forgot it in the canteen, then a woman who cleaned the canteen found it lying on the table. She brought the telephone to the director, and the director gave it back to me. I also remember another student, Jane Robinson, who lost her handbag together with her passport, phone, credit cards and all the documents she brought to the university to extend her visa. As it turned out, she left her bag in one of the university's toilets. The problem was that there are many toilets in the university, but she didn't remember which one she was in that day. You mean Mary could forget her phone somewhere in the canteen or in a toilet, don't you, Nick? Yes, teacher John, I do. Just wait a little bit, or better ask the canteen or those who clean and maintain school premises. I'm sure, Mary forgot her phone somewhere, that's it. Thank you, Nick. I will follow your advice. Let's hope her phone is found soon. You are welcome, teacher John. Have a nice day. Bye, Nick. Have a nice day too. Спасибо всем за то, что посмотрели это видео. И, возможно, оценили мою работу лайком или дизлайком. Я думаю, лайк я сегодня заслужил, особенно за примеры с глаголами to talk, to speak, to say и to tell. Надеюсь, вы выполнили все упражнения, а также проработали как следует диалог. Поэтому обязательно жду вас в следующем уроке, в котором мы рассмотрим прошедшее совершенное время и научимся в этом времени говорить. Не забывайте также подписываться на мой канал, а также выражать свое мнение о том, что вы узнали из моих видео и уроков. Всего вам доброго. Увидимся в следующем уроке.